Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Захария и обратимся к шестой главе. Первая часть шестой главы, собственно, это буквально картина, которая потом будет цитирована в Откровении Анны Богослова. Четыре колесницы из ущелья выходят, горы медные, между которыми это ущелье, и кони рыжие, вороны, пеги, белые. Ну вот только что разница в том, что здесь это колесницы, а у евангелиста Иоанна в Откровении будут, собственно, всадники на этих конях. И вот пророк обращается к ангелу и говорит, что это? И ангел ему отвечает, это выходят четыре духа небесных, которые предстоят перед Господом всей земли. Вот они своего рода представители этих сторон света, земель перед Богом. Вот такая картина опосредования перед нами предстает, где есть Господь, сидящий на престоле высокому превознесенному. И есть полномочные представители четырех сторон света перед ним. И вот дальше речь, собственно, идет о представителе северной страны, имея в виду, видимо, все-таки, вот Вавилон, Персию, Миспотамию, вот эту вот северную сторону, которая для Израиля на протяжении очень долгого времени была символом опасности, смерти и угнетения. И вот эти люди на колесницах или вестники на колесницах стремились идти, чтобы пройти землю, и они прошли землю, прошли, то есть обошли ее целиком. И сказал ангел пророку, смотри, вышедшие в землю северную, успокоили дух мой на земле северной. Вот гнев Божий на землю северную, на Вавилоне, в частности, о котором мы могли прочитать в первой, во второй главе Захарии. И вот он отступает, успокоили дух мой на земле северной. Можно также понимать это как утверждение, что провинности, грехи земли северной, ее зло, получили законное воздаяние. Но главное, что гнев Божий на эти земли исчерпан. Дух мой успокоили. Ну, по-видимому, для современников Захарии это важно было понимать, что то, что сейчас происходит в Вавилоне и на этой территории, это действительно некоторое умиротворение, которое дает Бог. А дальше еще одно слово Господне, которое привлекает самого пророка к некоторому символическому, такому пророческому действию. И вот Господь говорит, пойди, возьми у пришедших из плена, называя имена, Хилдай, Тови, Едай, возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, венцы из серебра и золота, и возложи на голову Иисуса, сына Иоседекова, великого Иерия. Таким образом, Бог повелевает пророку взять некое золото, причем Господь знает, где его взять, скорее всего, пророк не знает. Но Господь знает, что некоторые люди принесли золото и серебро. И вот пророку поручено их взять и изготовить венцы и возложить на голову. Читателя может смутить множественное число слова «венцы». Можно предположить, что там речь идет о венце для первосвященника и для князя, для Зарававеля, но, скорее всего, речь идет о нескольких убручах из золота и серебра, которые на высокую шапку на кидар первосвященника надеваются одно над другим. Есть ли вообще обращать внимание на это множественное число? Потому что дальше говорится об увенчании одного только первосвященника. Скажи ему, так говорит Господь Савов, «Вот муж мой, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень, примет славу и воссядет». Таким образом, если в четвертой главе речь шла о князе Зарававеля, который начнет строить храм и увидит окончание этого строительства, то теперь речь идет о первосвященнике, который тоже вот отрасль, произрастающий из своего корня и создающий храм Господень. Ну, снова, для христиан, конечно, трудно не соотнести это видение Захарии со словами Господа Иисуса «Разрушьте храм сей, я в три дня создам его» с представлением о Христе как об отрасли Господней, которая создает действительно настоящий Дом Божий. Но вот здесь говорится об историческом прообразе, о том, что Бог увенчивает первосвященника вот этим делом, делом, которое должно совершиться, и которое будет, кстати, исполнением пророчеств. Он создаст храм Господень, будет владычествовать, будет священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим, между тем и другим, имеется в виду, конечно, между князем и первосвященником. А венцы эти потом возвращаются к тем людям, кому принадлежало золото, и будут им в память в храме Господнем. И снова Захария говорит вот о чем. «Издали придут и примут участие в построении храма Господня, и тогда вы узнаете, что я Господь Бог, что Он послал меня». Когда издали придут, издали, вот никак невозможно сказать, отгородиться от всего мира и сказать, это наше племенное дело построение Дома Божьего, только мы будем этим заниматься. Нет, не только мы, потому что Бог призвал к этому все народы. И еще заметьте, что увенчание и первосвященника, и князя, позволяющие им строить и построить Дом Божий, это, в общем, знак того, что это дело по воле Божьей, оно силой Божьей, духом Божьим происходит, и в каком-то смысле участвовать в этом для людей большой подарок Божий.